Игра началась с борьбы за третье место. На паркете было четыре команды. Зимний сезон в этом году у Ивантеевской лиги дворового футбола проходил в третьей гимназии. Лига существует порядка шести лет. Футболисты форму не теряют круглый год. С середины сентября до середины марта проходили зимние игры. В субботу была поставлена точка в зимнем сезоне. Есть любители, те, кто раньше занимался футболом определенным уровнем. То есть, ну, вообще разный уровень ребят. Вот, они приезжают в разных городах. И, в принципе, команда есть сильная, есть пособие. У нас интересно все проходит. Потому что даже в этом году у нас команда СССР, весь чемпионат шла на первом месте. И только в последнем туре исход так предрешил, что футболисты стали чемпионами, а СССР занял второе место. Этот сезон футболисты запомнят надолго. Футболисты боролись до конца на разрыв аорты. Зимние сезоны всегда сложные. Но, тем не менее, фубры стали самой титулованной командой лиги. Не хочется, конечно, хвалиться, но ожидали. Честное слово, ожидали. Очень рады, без исключения все, что сезон сложился именно так. Все вышло шикарно. Вот он итог. Я бы больше хотел сказать спасибо своей команде. Это ребята, которые боролись, отдавались каждому матчу. Я благодарю этих ребят, что итог вот он. И я думаю, это не напрасно. Также результаты Ивантиевской лиги дворового футбола. Третье место заняла команда Капа, второе – СССР. В городе мы давно наблюдаем за этим мини-футболом. Вообще прекрасное. И сначала первый тайм, когда они рассказывают, второй – это такой азарт. Или разогреваются ребята и показывают уже и финты. Такой класс, просто воодушевление обалденное. Надо участвовать и наблюдать. Тогда вы ощутите все. В этом году разыграли кубок, посвященный Великой Победе. Он проходил уже третий год подряд. В результате его получила команда Фубры. Второе место ЛФК ИВИН – бронза УКЭП. Анастасия Спирина, Юрий Дубрунов. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова